Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Борис Орехов, я доцент Высшей школы экономики, а это программа «Золотые лекции». Сегодня я буду рассказывать про проблему авторства Тихого Дона. Есть такая проблема литературическая, она не решена до сих пор, но есть некоторые пути ее решения, о них мы сегодня и поговорим. Когда мы видим книги, которые были выпущены, например, в советское время, то на обложке будет стоять имя Шолохова, но надо сказать, что эта точка зрения, безусловно, была принята в Советском Союзе как единственное возможное, но все же за пределами официального разговора на эту тему были и другие точки зрения. Конечно, проблема Тихого Дона и его авторство — это не единственная в своем роде проблема. Существуют аналогичные сложности с определением авторства других произведений. И, наверное, нужно поговорить именно про этот контекст, поговорить о том, как вообще решаются подобные проблемы и почему они возникают. Ну, вроде бы для читателя проблем особенных нет. Он берет с полки книжку, видит на обложке какое-то имя, и этого ему достаточно. Но за этим обычно стоит целая большая наука, которая пытается как-то понять, кто же написал тот или иной текст. Бывают простые случаи, когда точно известно, что, например, Пушкин создает повести Белкина, несмотря на то, что как будто бы это повести какого-то Ивана Петровича Белкина. Есть биографические документы, которые свидетельствуют, что Пушкин работал над этими текстами. Он сообщал об этом Боротынскому, Боротынский читал эти произведения и, как писал в одном из писем Пушкин, ржал и мился, потому что очень смешные были тексты. Но иногда есть обстоятельства, которые заставляют публиковать автора под псевдонимом свои произведения. До нас не доходит никаких документов относительно того, кто написал это произведение. И вот существует действительно такой целый ряд спорных текстов. Ну вот, например, сказка о коньке Ершова. Вроде бы это Ершов, и все мы с детства знаем, что автором должен быть имен. Но, тем не менее, существует целый ряд научных вполне работ, в которых выдвигается версия, что Ершов не мог быть автором этого произведения по ряду обстоятельств. Например, он больше ничего не написал такого же интересного. Остальные произведения, которые вышли под его именем, в общем, такие скучные и совершенно не похожи на эту блестящую и занимательную сказку «Конек-горбунок». Запомним этот аргумент, он нам понадобится, когда мы будем говорить о Шолухове. Одновременно с этим существует еще целый ряд, ну, десятки подобных проблем, и они в большей или меньшей степени известны. Ну, скажем, Ершов не очень политизированная фигура, о нем вспоминают редко, он интересен только в контексте детской литературы. Но если мы, например, беремся за такие фигуры, как Шолухов, здесь уже нас захватывает совершенно водоворот других обстоятельств и идей. Дело в том, что фигура Шолухова очень политизирована. Это не простой человек. Во-первых, это очень заметный автор. Это человек признанный, который получил Нобелевскую премию. Вообще-то, надо сказать, что даже те, кто со скепсисом относится к Шолухову и к его политической позиции, такой этатистской позиции, как мы сейчас сказали, да, то есть он был государственником, он был сторонником советской идеологии. Это многих раздражает. И одновременно с этим вот ему приписывается роман. Роман, надо сказать, великий. Иного слова, видимо, для него подобрать будет нельзя. Как же так? Получается, что люди, которые, например, не согласны с советской идеологией, которые, ну вот, ей как-то себя противопоставляют, вынуждены мириться с идеей, что человек, который вполне ее принимал, мог написать действительно великое произведение. В этом есть что-то совершенно чуждое целому классу людей, которые не могут этого принять. Ну, известно фразу про то, что у многих из тех, кого мы сейчас называем диссидентами, и кого и в советские времена называли диссидентами, были именно эстетические расхождения с советской властью. И поэтому принять идею того, что великое художественное произведение создано советчиком, это не так просто. Ну и есть некоторые обстоятельства, которые позволяют усомниться в том, что именно Шолохов написал это произведение. В этом споре очень трудно победить. Действительно высказывают с точки зрения, которые, соответственно, поддерживают одну или другую сторону, но в конечном счете некоторой конечной правды, наверное, добиться будет нельзя. Ну и это целый своеобразный сюжет, который в основном поддерживается таким свойством человеческого сознания, которое по-английски называется confirmation bias. А по-русски нет хорошего термина, но говорят, например, так, что это некоторые подтверждения собственной идеи. Байес, наверное, лучше всего перевести на русский как перекос. И в практическом смысле это происходит так. Если появляется какой-то фактический аргумент, который можно трактовать в пользу одной или другой идеи, то сторонник некоторой точки зрения, например, что Шолохов является автором Тихого Дона или, например, что Шолохов не является автором Тихого Дона, обязательно будет трактовать этот факт в свою пользу, в пользу той идеи, на которой он уже стоит. Это значит, что переубедить никого нельзя. Ну вот аналогичная проблема существовала вокруг, например, слова Павку Игорева, такой известный памятник древнерусской литературы. Погиб в пожаре 1812 года, у нас нет его оригинала, значит, средствами объективного контроля, например, химического анализа документа, бумаги, на котором он написан, нельзя ничего установить, нельзя выяснить, насколько он древний. И поэтому, ну вот, в течение 19 века и потом 20 века дискуссии продолжались, выдвигались с точки зрения, что, может быть, слово Павку Игорева не было написано в 12 веке, что это на самом деле не произведение древнерусской литературы, а создано оно где-нибудь в конце 18 века и опубликовано в начале 19 века, ну, собственно, в 1800 году. Невозможно было никого ни в чем убедить. Вот Академик Залезняк, который фактически уже решил эту проблему, писал об этом так. Очень часто из предъявляемого факта решительно ничего не вытекает с обязательностью. И даже если взглянуть на тот же самый факт чуть иначе, он начинает выглядеть как свидетельство в пользу противоположной версии. Поэтому, как это ни поразительно, сторонники противоположных точек зрения нелетко ссылаются на одни и те же факты. Как с этим быть? Получается, что любой аргумент можно трактовать в любую сторону. Вот это как раз то самое confirmation bias, предвзятость подтверждения или, как это еще можно перевести, склонность к подтверждению своей точки зрения. Шолуховская проблема совершенно укладывается в эти рамки. Она ровно такая же. Ну, например, еще в 30-х годах возникла версия, что Шолухов на самом деле не писал тихий дон. И рукопись взялась откуда-то из неизвестного источника. И в годы войны она была потеряна. То есть несколько десятилетий не существовало подтверждения того, что именно Шолухов написал это произведение. То есть не было тех листов, на которых бы его рукой были написаны слова, которые в конечном счете превратились в книжку. Но и естественно, что это было аргументом. Отсутствие рукописи означало для антишолуховедов, как их называют, как раз аргумент в пользу того, что Шолухов, безусловно, некоторое подставное лицо. Что он только выдает себя за автора, но на самом деле автором не является. Но потом рукопись возникла. Она объявилась, ее нашли, ее издали. И это стало для сторонников авторства Шолухова своим аргументом. Они сказали, ну вот, теперь мы видим, что действительно Шолухов написал этот текст. Вот у нас есть его рукой написанные слова. Но тот же самый факт рукописи стал основанием и для антишолуховедов, для того, чтобы подтвердить их противоположную точку зрения. Они говорили, ну как же, конечно, тут написаны те самые слова, и действительно это рука Шолухова. Но он просто переписал это откуда-то из другого места. Рукопись сама по себе не подтверждает его авторство. Он всего лишь списал это с какого-то другого источника, протографа, как говорят текстологи. Что с этим делать? Ну, забегая вперед, надо сказать, что, конечно, ничто эту проблему никогда не решит. Потому что любое совершенно как бы доказательство, то, что будет звучать как некоторый сильный аргумент для одной стороны, никогда не будет таковым для другой стороны. Противоположная сторона всегда будет отвергать эту идею. Но все же есть некоторый шаг в позитивном направлении. Он заключается в том, чтобы апеллировать к таким аргументам, которые нельзя, так сказать, извратить психологически, которые являются объективными. И это аргументы цифры. Действительно, мы можем попытаться что-то в тексте посчитать. То есть избавить себя от всего биографического контекста, от любых аргументов, которые существуют вовне самого текста и обратиться только к нему. И, на самом деле, такого рода попытки, подходы к тексту Шолохова были. И, в общем, они имеют свою длительную историю. И они были неизбежны, потому что просто никаких других аргументов, которые как бы могли кого-то в чем-то убедить, не осталось. Сама проблема возникла еще в 30-е годы. Как только текст появился, уже практически сразу поползли слухи, что Шолохов не писал этого романа. К тому времени, как начал издаваться роман «Тихий Дон», Шолохов вообще-то уже был автором так называемых «Донских рассказов», то есть серии коротких протеических произведений, где уже поднимается тема гражданской войны на Дону. Ну и, в общем, можно попытаться как раз сравнить тексты, которые писал Шолохов до своего великого произведения, ну или не своего, можно не упоминать этого слова, если мы не хотим заранее говорить какой-то, как бы доказанной точки зрения об авторстве. Вот, например, есть ли в филологии какие-то способы, которые позволяют нам сравнить два текста между собой и попытаться сказать, один это автор или разный автор. В 1930-е годы была организована даже специальная комиссия, которая должна была установить, кто же автор этого произведения, еще бы все были живы. Руководил этой комиссией Серафимович, такой важный литератор того времени. И надо сказать, что современные, современные нам исследователи, выдвигают этого Серафимовича как одного из возможных авторов «Тихого Дона». То есть получается некоторая такая очень странная коллизия. Получается, что в 1930-е годы Серафимович расследовал, не является ли он сам автором того самого произведения, про которое возник основной конфликт. Но, кажется, все-таки это сомнительно. Вряд ли Серафимович дал заключение этой комиссии. Комиссия сделала некоторое заключение, из которого следовало, что Шолохов все-таки не должен подвергаться сомнению, как автор «Тихого Дона». И вроде бы в 1930-е годы сама проблема была решена. Но затем этот вопрос все же еще поднимался много раз, и каждый раз имел политическую окраску. Самый известный случай, который, собственно, и породил все проблемы, активно звучащие, это книга, которая вышла в 1974 году в парижском издательстве «Имка Пресс». Принадлежала эта книга Медведевой и Томашевской, известному исследователю и жене Бориса Викторовича Томашевского, известному литературе Веда. В этой книге, которая называлась «Тремя Тихого Дона», которая существовала в информационном пространстве при активной поддержке Александра Солженицына, в этой книге как раз утверждалось, что Шолохов не был и не мог быть автором произведения под названием «Тихий Дон». Кто же тогда на самом деле написал этот текст? Вот самая основная версия как раз принадлежит именно Медведеву и Томашевской, и ее кандидат — это Федор Крюков. Федор Крюков — это такой донской писатель, у которого действительно есть некоторое количество произведений, в общем, сходные тематики, посвященных жизни на Дону. Ну вот, разнообразные существуют аргументы, и Медведева-Томашевская в своей книге довольно скрупулезно и последовательно пытается эту версию доказать. Но эта точка зрения, естественно, не была единственной, и вот уже вскоре после этого выходит ответ тоже за рубежом, потому что в Советском Союзе скорее эти проблемы не подвергаются сомнению, то есть авторство этих данных не подвергается сомнению. И выходит книга зарубежных словистов, в основном скандинавского происхождения, такой исследовательский коллектив, который руководится таким Гейером Хеца, очень известным норвежским русистом, переводчиком на норвежский язык разной русской литературы в том числе. Так вот, он как раз пытался прибегнуть к уже некоторым объективным аргументам, пытался показать с помощью цифры, что Тихий Дон, ну вот, что проблема Тихого Дона имеет свое решение, проблема авторства Тихого Дона имеет свое решение, и на самом деле выходит у него некоторый результат, что вовсе никакой не Федор Клюков, а именно Шолгахов, автор Тихого Дона. Как у него это получается? Гейер Хеца берет некоторые статистические методы и пытается посчитать, ну, некоторые количественные параметры текстов, и сравнить Шолхова и Тихий Дон, Тихий Дон и Педра Крюкова, и разных других претендентов на авторство Тихого Дона. И у него получается, что если некоторые статистические параметры в тексте, а какие это могут быть параметры, ну, например, длина предложения, вот если он предполагает, что длина предложения должна быть как-то более-менее совпадающей у автора в разных текстах, то есть если автор привык что-то писать, то он пишет как-то примерно одним способом в разных текстах. Ну и вот его цифры получаются именно такими. Вывод для него бесспорен именно Шолохов, автор Тихого Дона, потому что другие его произведения, например, данские рассказы, очень похожи по этим количественным параметрам на то, что мы видим в Тихом Доне. Надо сказать, что это не очень убедительно. Все-таки, а почему, собственно говоря, мы должны верить в то, что длина предложения является значимым параметром при таких подсчетах, при вообще попытке решить эту проблему? Надо сначала это проверить, вообще говоря. Но надо понимать, что сейчас скорее мы можем это проверить довольно легко. У нас есть теперь компьютеры. Компьютеры загружены, много текстов. Мы можем проверять гипотезу о том, что тот или иной параметр действительно значим для понимания авторства совершенно до бесконечности. И, кроме того, мы можем проверять, насколько те или иные статистические методы, ну, там можно называть какие-то термины, вроде, например, хи-квадрат, которым пользуются, в том числе Георгец и его коллеги, что он вообще в этом смысле работает. Но кажется, что это нужно делать сначала отдельно от Тихого Дона. То есть сначала нужно изобрести некоторый метод, а потом уже его применять к тем или иным проблемам, которые касаются авторства. Ну, например, там сначала изобрести метод, а потом уже проверить его на каком-то очевидном случае, там, где никакой проблемы авторства нет. Потом, если все это действительно сработает, и метод подтвердит свою эффективность, тогда уже стоит применять его к чему-то другому. Вот это так не выглядело, когда, например, Георгец решал эту проблему. Например, опытные математики родители нынешнего академика Российской академии наук Анатолия Нафоменко тоже занимались этой проблемой, но вот они как раз подошли к делу более научно. Они попытались сначала изобрести некоторый метод, при этом они опирались на труды такого известного ученого-универсалиста начала XX века Морозова, который тоже пытался решить эту проблему. с помощью цифры, ну, не авторства Тихого Дона, конечно, а проблему вообще изобретения метода, который бы отвечал на вопрос, кто автор некоторого конкретного текста. То есть речь идет о том, что сначала нужно изобрести метод, сначала нужно его проверить, а потом уже идти и применять его к разным проблемным текстам. Вот это все было очень большой сложностью в докомпьютерную эпоху. Тогда можно было посчитать очень немного, и значит, что любое доказательство или любая проверка метода была не очень надежной. Теперь мы существуем в совершенно другом мире. Теперь можно считать огромное количество текстов, оцифрованной большей библиотеки, и теперь в какие-то минуты можно совершить все то, что раньше делалось годами. И теперь мы можем действительно сказать, что некоторые методы работают, а некоторые методы не работают. Теперь мы фактически приходим к некоторому итогу, результату той длительной деятельности, которая велась много десятилетий. Можно сказать, что в таком полном виде она началась во второй половине XIX века. Именно тогда люди задумались, а как же можно было бы определять авторство текста, не прибегая, например, к документам. Когда у нас нет архивов, когда нам ничто на таком криминалистическом уровне, где у нас есть неоспоримые доказательства вины, скажем так, метафорически, подсказывало бы, кто автор текста. Как мы можем иначе это установить? Во второй половине XIX века некоторые ученые, первый из них был Томас Мэнденхолл, попытались найти в тексте какой-то аналог отпечатка пальца. То есть чего-то такого, что автор оставляет в тексте непроизвольно. Это очень важно, что непроизвольно, потому что если речь идет о каких-то заметных чертах текста, ну, например, каких-нибудь словах, то тогда это можно контролировать, это можно подделать, и подделать это очень легко. Ну, например, есть слово «путешествие». Вот было такое произведение в XVIII веке, в русской литературе называлось оно «Отрывок из путешествия в ИТ». Что такое отрывок из путешествия в ИТ? Ну, по-разному можно это в ИТ расшифровывать. Есть одна расшифровка, довольно убедительная. Но сначала, скажем о том, что этот текст публиковался анонимно. И он был очень талантливый на фоне других текстов этой эпохи. И, в общем, всем хотелось бы знать, кто же на самом деле его написал. При этом, ну, как бы было впечатление, что XVIII век беден на писателей. Писателей — это не так много в XVIII веке. Вот есть еще одно произведение, которое тоже называется «Путешествие». Это произведение, конечно, все знают. Это «Путешествие с Петербургом в Москву». Там путешествие, тут путешествие. Слово обращает на себя внимание. Значит, отрывок из «Путешествия в ИТ» тоже написал родищем, как и «Путешествие с Петербургом в Москву». Это сомнительно, потому что слово «путешествие» довольно распространенное. Вообще говоря, кто угодно мог бы его применить. Альтернативная точка зрения заключалась в том, что на самом деле это произведение создано Николаю Ивановичем Новиковым, известным издателем и сатириком XVIII века. И как раз ИТ можно расшифровать как «издатель Трутня», что именно «издатель Трутня путешествовал». Он-то и написал это произведение. Поэтому на слово «путешествие» совершенно нельзя ориентироваться, как и на любые другие значимые слова. А что же тогда автор не контролирует в тексте? Ну, довольно много чего. Например, ту же самую длину предложений. В самом деле, неважно, работает этот параметр или нет, но никто, когда он пишет текст, не задумывается о том, а сколько же у меня в среднем получилось слов в этом предложении. Уж сколько получится, столько получится. Можно проверить, работает ли это предложение. Скорее всего, все-таки нет. Другой параметр, о котором, как раз говорил Менденхолл, в конце XIX века, это длина слова. Слова имеют разную длину в буквах. И вот можно посчитать, какие слова, то есть какой длины предпочитают те или иные авторы. Если, например, длина слов в основном по своему распределению в текстах совпадет, то это как раз то, что не контролируется автором. И это, может быть, и есть тот самый отпечаток пальца. Но мы уже знаем, что нет. Это хорошая идея, это мысли в правильном направлении. То есть что-то такое неконтролируемое в тексте мы находим. Но, тем не менее, конкретно это не работает. Ну вот, в течение XX века было перепробовано довольно много разных параметров, которые можно в тексте посчитать и которые, кажется, автором не контролируются. Это распределение частей речи, это распределение знаков припинания, это какие-то еще параметры, которых довольно много. Но кажется, что все-таки это все не очень было убедительно. И вот в начале XXI века, в 2003 году, появилась очень важная статья. Она важна чрезвычайно для той области, которая называется цифровые гуманитарные исследования. То есть применение тех самых точных наук и подсчетов к гуманитарным текстам. В этой статье, которую написал Джон Берроуз, был предложен некоторый метод подсчета определенного параметра в тексте, который, конечно же, совершенно не контролируется, но при этом, кажется, дает нам очень хороший результат в смысле понимания того, как нам измерить стиль автора. То есть тот самый параметр, который дает понимание сходства текстов. Такого сходства, которое, видимо, результирует в что-то совершенно индивидуальное в тексте. Речь идет о самых частотных словах в тексте. Это важно. Какие в текстах обычно самые частотные слова? Это не слова типа путешествия и вообще не существительные. Речь идет о незначимых частях речи, не несущих никакого значения, то есть, ну, по крайней мере, лексического значения. Это союзы, это частицы, это предлоги, в и на. Вот такого рода слова самые в тексте частотные. Если считать только их, то это очень выгодно, потому что мы тогда сможем сравнивать тексты, например, посвященные разной тематике. Потому что, ну, если в тексте есть, например, слово конь, то получается, что тексты, в которых мы подсчитываем слово конь, тексты, в которых мы будем обращать внимание на слово конь, будут как бы более похожими между собой, а текстов, которых этого слова нет, соответственно, будут где-то в стороне. Так вот, Джон Бэррроз предложил считать только самые частотные слова в тексте, а значит быть независимым от тематики текста. Это очень здорово. Способ подсчета несколько нетривиальный. Это не то, что мы просто посчитали частотность каких-то слов, составили частотные словари и этим удовлетворились. Нет, мы как-то должны к этому подойти более вдумчиво, нормализовать эти тексты. В общем, там есть некоторые из этих математиков, в которые я погружаться не буду. Но интерес в том, что метод, который предложил Бэрроз, и называется он Дельта, действительно работает. Вот все то время, которое прошло с 2002 года или 2003 года, вот это время публикации как раз этой работы, ее обсуждения, это время, за которое метод Дельта постоянно проверяется, тестируется на совершенно разных языках. Сначала Бэрроз как раз показал его на английском языке, на случае, не вызывающем никаких сомнений. Все знают, что потерянный рай написал Мильтон. И Бэрроз с помощью своего метода именно это и доказал, так как это нужно было сделать с методом. То есть тот самый сюжет, который мы предполагали, он как раз и осуществил. То есть сначала был изобретен метод, Бэрроз показал его эффективность, а потом этот метод стали применять все. В том числе, например, на древнеанглийском языке, на польском языке, на русском языке, и даже на китайском языке выясняется, что всегда практически этот метод работает. У него, конечно, есть свои ограничения, там нужно, чтобы текстов было побольше, то есть на одном стихотворении, например, он не сработает, но что касается больших текстов, в котором относится тихий дон, то метод работает очень хорошо. Он показывает, насколько каждые два текста в нашей исследовательской выборке, как говорят ученые, то есть в нашем, пуля, который мы собрали, похожи между собой количественно. То есть он выводит некоторое число. текстов, что если мы, например, соберем 100 текстов, то у нас будет большая таблица 100 на 100, сам текст с собой будет похож максимально, а два других текста, ну вот мы получим для этого какое-то число. Это напоминает такую таблицу спортивного чемпионата, вот когда команды играют между собой, и каждая команда должна играть, как-то сыграть с каждой другой командой. Вот там получается какой-то счет. Вот примерно так же получается, что все тексты по дельте играют между собой, получается некоторый конечный результат, и мы можем посмотреть, какие тексты оказываются друг к другу ближе, именно количественно, а какие нет. Повторюсь, метод очень хорошо работает, то есть если мы Гей Рухетт и его коллега можем предъявлять какие-то претензии и говорить, что ну вот не обязательно это работает, и может быть это как-то все не очень убедительно, и чаще всего эти претензии будут справедливы, то в отношении метода Берроза приходится признать, что это надежный инструмент, это действительно хорошо работающий исследовательский инструмент. Что же он показывает, если попытаться применить его к текстам Шоулхова и его современников? Конечно же, нужно проверять только современников, потому что метод очень чувствителен к языку. Повторюсь, что там речь идет о подсчете служебных слов, и так получается, что всего за несколько десятилетий происходит некоторое смещение в распределениях этих частотных слов, и даже у одного автора, если он жил довольно долго, хорошо видно, как происходит эволюция стиля, именно отраженного в распределениях этих частотных слов. Так вот, если мы возьмем, например, современников Шоулхова, его собственные тексты, с того же самого Серафимовича или Крюкова, есть еще такой Виктор Севский, которого предлагают на роль возможного автора Тихого Дона. К тому же мы можем попробовать добавить сюда еще какие-то совершенно безумные другие идеи, например, есть гипотеза, что Платонов является автором Тихого Дона. Ну вот, соберем их всех. Ну и для того, чтобы эта компания была не скучной, добавим туда еще, например, Булгакова или Всеволода Иванова и разных других авторов, которые, может быть, совершенно и не претендовали никогда на то, чтобы быть авторами Тихого Дона, но тем не менее являются современниками. Леонид Леонов, например, Шолохова. И посмотрим, как же выглядит вот этот чемпионат. Смотреть на таблицу, конечно, довольно сложно. Придется как-то выискивать, где цифры больше, где цифры меньше. Поэтому надо сказать, что эффективным способом визуализации отображения графического этой проблемы является так называемая дендрограмма, то есть такое дерево, у которого есть корень и листочки. Листочками являются как раз те самые тексты. Мы можем попробовать сделать так. тексты, которые ближе друг к другу стилистически с точки зрения дельта, на этой дендрограмме обязательно окажутся соседними листочками на этом дереве. Если эти тексты не похожи друг на друга, то они окажутся где-то далеко друг от друга. И вот нам такая дендрограмма, такая специальная диаграмма может это все показать и собрать. Что выясняется, если мы на нее посмотрим? Оказывается, что Тихий Дон написан во-первых одним человеком. Это некоторая проблема, которая ставилась учеными. Считается некоторыми исследователями, антишолоховедами, что, конечно, никакой не Шолохов написал Тихий Дон, но это даже не важно. Важно, что первые два тома написал кто-то один, например, Федор Крюков, а другие два тома написал кто-то другой. Возможно, даже Шолохов приложил к этому руку, но в качестве капиллятора, Первые два тома и вторые два тома имеют разных авторов. Так вот, это не так. Дельта надежно показывает, что Тихий Дон написал один человек, все четыре тома. Второе, что он показывает, что этот человек не Федор Крюков. Федор Крюков совершенно находится в другой области, на другой ветке и довольно далеко от Тихого Дона. Его стилистика не похожа на стилистику Тихого Дона. То есть эту гипотезу самую распространенную, самую известную, по всей видимости, Дельта отвергает. Конечно же, она никого ни в чем не убедит. Разумеется, сторонники авторства Крюкова скажут, что ну как же, это все неправильно, ваша Дельта работает, а мы-то знаем, как все на самом деле. Но вот если говорить о научных аргументах, то они такие. И наконец, третье, если мы считаем, что Тихий Дон это некоторое произведение, про которое мы как бы заранее не знаем, кто его написал, но донские рассказы это тексты, которые принадлежат Перу именно Шолухова, то, видимо, Шолухов и является автором Тихого Дона, потому что Дельта показывает довольно надежно и убедительно, что именно один и тот же человек написал и донские рассказы, и Тихий Дон. Это хорошо видно на дандрограмме. Есть, конечно, точка зрения, что Шолухов не писал и донских рассказов тоже. Такая радикальная версия высказывалась. Но кажется, что она все-таки довольно маргинальна. Если ее не принимать всерьез, тогда приходится признать единственный возможный вариант. Шолухов написал сначала донские рассказы, а потом Тихий Дон. Несмотря на то, что он был очень молод и вроде бы не имел достаточного опыта, для того, чтобы создать такое масштабное произведение, такое глубоко проработанное произведение, ну вот примерно так же говорили и про Конька Горбунка и Ершова. Но тем не менее, вот, видимо, оба эти случая опровергают такие абстрактные аргументы и показывают, что в реальности возможно, возможно, совершенно как будто бы невероятные факты, которые поставляют нашу реальность гений. Уважаемые зрители, спасибо за внимание. Это была программа «Золотые лекции». Меня зовут Борис Орехов. Я рассказывал про проблему авторства Тихого Дона. Редактор субтитров А.Семкин